Майские праздники должны пройти спокойно. Правоохранительные органы в эти выходные будут дежурить в усиленном режиме. Сегодня глава Чувашии напомнил, что охрана общественного порядка является первостепенной задачей властей. Как в республике пресекают правонарушения, обсуждали на очередном коррозационном совещании. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Количество уличных разбоев и краж в республике снижается. И это, говорят в МВД, результат действия программы «Безопасный город». «Большой брат» продолжает расти за улицами районов в режиме онлайн. Сейчас следят более 2,5 тысяч видеокамер. В столице республики под постоянным контролем находятся школы, детские сады и дворы. В систему «Безопасный город» включено 2156 камер. Из них 710 видеокамер в муниципальных образовательных учреждениях, 232 купольных стационарных, 25 кнопок экстренной связи гражданин полиции, 29 видеокамер сторонних организаций. Ну и самое большее количество камер – это камеры на квартирах, домах, подворовых территориях. Правда, в ряде муниципалитетов программа «Безопасный город» буксует. В бюджетах многих районов на развитие комплекса заложены мизерные суммы. В этом году увеличены финансированные мероприятия по развитию АПК в двух городах – Чебоксары, Аллатарь и в трех районах – Батревский, Канарский и Ячевский. В то же время в 17 территориальных районах наблюдается уменьшение финансированного развития АПК. Так, в Новочебоксарске в прошлом году было выделено 2 миллиона 973 тысячи рублей, в этом 1 миллион 270. И такие города – Канарский, Шумерли, Вурнавский, Комсомольский, Марпасарский и другие районы. Слава республики отметил, что властям на местах необходимо пересмотреть программы развития комплекса. Количество видеокамер в районах должно увеличиваться и дальше, ведь это гарантия безопасности. Не менее важная задача – противодействие криминалу среди несовершеннолетних. Члены Координационного совета считают, что сложнее всего поставить на правильный путь подростков, которые уже отбывают наказание в колониях. За 2016 год при среднем списке 12 несовершеннолетних, подозреваемых обвиняемых осужденных, содержащихся в СИЗО номер 2, допущено или зарегистрировано 2402 нарушения режима содержания. Вызывает вопрос и опасения тогда, когда с Новоскольской, допустим, колонии несовершеннолетние девочки при достижении 19 лет переводятся во взрослые колонии. То есть они фактически прошли этап воспитательный в очень хороших условиях, но переводясь на территорию республики в возрослую колонию, к сожалению, пока не вижу приоритетов, как они отделяются и в каких условиях они продолжают содержаться. Серьезного вмешательства требует и другая проблема. В регионах страны увеличилось количество сирот, причем некоторые родители эффективно отказываются от своих детей, назначая опекунами бабушек и дедушек. Их цель – получить государственные пособия. Дети живут с родителями же, но официально оформлено, родительское право лишено, неофициально на родителей оформлено, но при этом они проживают, ну, биологическая же мама и, соответственно, нормальный же образ жизни ведут. Такие факты, они вот выявлялись и, соответственно, разбирались по каждому факту. В реальной жизни, соответственно, принимается решение, потом они вместе живут после получения квартиры. Такими случаями мы сталкивались. Ситуацию необходимо проанализировать детально. Мошенники должны ответить перед законом. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.